Вся ваша история это насилие. Лет 10 назад я в телевизионной передаче участвовал, которая как раз была посвящена вопросу. Насилие в русской истории и истории Запада, где больше? Значит, с одной стороны были два либераста, которые говорили, что, конечно, русская история это сплошная кровь и кошмар. Я был с той стороны, естественно, с противоположной, и один был человек так, нашим вашим давай спляшем. И вопрос, который я задал противоположной стороне, а там был один историк, я говорю, мы выезжаем с вами в средневековый западноевропейский город. Первое, что мы видим, несколько виселит с трупами. В русском городе это было совершенно невозможно. И, кстати, вот та эстетизация смерти, которая крайней формы достигла в нацистских лагерях, где на казнь вели под музыку Вагнера или иногда Бетховена, вот эта эстетизация смерти, смакование смерти, смакование зла, которое мы видим в американских фильмах, вот это для нашей традиции абсолютно не характерно. У нас этого не было. И если говорить о насилии, то вся реальная история Запада это и есть насилие. Поэтому я говорю, нам нужны учебники правдивые не только по своей истории, но и прежде всего правдивые учебники по истории Запада. Потому что нам подносят мифологическую картинку. Нам говорят готические соборы. Да, совершенно замечательно. Но мало в каких учебниках будет написано о систематическом, например, истреблении красивых и умных женщин инквизиции в обвинениях, что если это ведьма, это особенно участилось после эпидемии черной смерти, потому что женщины как более гигиенические существа умирали меньше мужчин во время эпидемии 14 века. Но раз умирает меньше, ясно, что они с дьяволом заключили союз. И вырубались именно наиболее продвинутые, наиболее умные, наиболее красивые женщины. И были немецкие городки, например, в которых за 2-3 года из 700 женщин 400 уходили на костер. И это длилось, причем жгли не только католики, жгли протестанты. Причем протестанты жгли больше, чем католики. Это ученые уже установили. И представьте, 300-400 лет выжигается ценный женский генофонд. Поэтому посмотрите сейчас на женщин в европейских городах и женщин в наших городах, все станет совершенно понятно.